Ну, во-первых, по поводу Дикши Гуру Пупаду вообще никого не делал Дикши Гуру в присутствии в своем планете. Хотя у него было 11 представителей ритвиков, которые давали инициации от его имени, но эти 11 учеников были де-факто уже духовными лидерами. Они были саняси, многие из них, не все, но некоторые из них были грехастами. Они были членами GBC, и поэтому они, естественно, уже представляли волю Шиле Пупада в различных широких географических регионах. И поэтому, когда возникла необходимость Шиле Пупаде давать инициацию через них в силу своего здоровья, плохого здоровья, Пупада уполномочил, естественно, образом этих 11 преданных. Что касается того, почему среди них не было Вайшнави, на этот вопрос мы уже ответили. У Вайшнави и у Вайшнавов разные социальные роли. И Вайшнави берут на себя очень важную роль, которая освобождает Вайшнавов. Достаточно для того, чтобы проповедовать славу Господа по всему миру. Они берут на себя заботу о семье естественным образом. И поэтому многие из Вайшнави тогдашних, у них были свои семьи. И ради того, чтобы заботиться о своей семье, о детях, Шиле Пупада освобождало их даже от тех служений, которые они выполняли очень хорошо, может, даже лучше, чем мужчины. Например, служение Пуджаре, знаменитое письмо Матэджи, если я не ошибаюсь, Рунда Тио написал, где он говорит, что твое служение Божеством тебе будет служение твоему сыну или твоему ребенку. Это твое служение Божеством, это твое поклонение Божеством. Поэтому в те времена ученикам Шиле Пупады было максимум лет, наверное, 35. Вайшнавы и Вайшнави, наверное, самые старые из них были по 35 лет. И, очевидно, среди них не было достаточно свободных от семейных обязанностей Вайшнави, которые бы на себя брали вот такие роли. Но, я должен сделать оговорку, в отношении нескольких своих учениц Пупада сделал исключение. В отношении Вайшнави Ямуны и Вишаки Деви Шиле Пупада хотел их ввести в состав GBC. Хотел ввести их, более того, хотел их ввести обоих, как бы по полголоса на каждую, чтобы они имели один голос на двоих, потому что они могли чередоваться в заседании GBC по тем или иным причинам. То же самое он говорит о Матаджи Ямуне, в письме Матаджи Ямуне, и о ней он говорит также, что да, женщины не дают санья, не принимают саньясу. Он говорит об этом очень резко и недоусмысленно. Женщине им запрещено принимать саньясу как социальный уклад жизни. Но он говорит про нее, про Ямуну, что она уже как саньяси живет. Фактически ей не нужно саньясу отдельно принимать, потому что Матаджи Ямуна была примером отречения. Именно в служении Шиле Пупаде шла на такие лишения, на которые, наверное, не сможет пойти сейчас, не каждый брахмачарий и саньяси решится на такие аскезы, на которые шла она ради служения Шиле Пупаде. Я читал книгу о ней, написанную ее близкой подругой Матаджи Дина Тарини. И я очень впечатлен был о ее решимости в служении, и те, насколько близка она была Шиле Пупаде в своем служении ему. Поэтому Пупаде говорил, подчеркиваю снова, разные социальные роли. Да, социальные роли у них разные, но он не делал из них GBC, но то, что он хотел сделать, две вайшнаби GBC, члены GBC, это исторический факт. И также то, что он не назначил никого из мужчин или женщин Дик Шигуры в своем личном присутствии на планете, не отменяет его желаний, многократно повторенных желаний о том, что он хочет, чтобы его мужчины и женщины, юноши и девушки были духовными учителями и принимали на себя ответственность и обязанности по распространению самопродаи. В этой серии я могу прочитать еще одно письмо, не письмо, а вернее высказывание на публичной лекции в 70... сейчас расскажу, в каком году. Одну секундочку, вот она. Да, это высказывание его на Весопудже в Лондоне в 73 году, 22 августа. Шилапрападо говорит, просто прибежите с холостым стопам Господа Читания Махапрабу, тогда вы станете духовным учителем. Вот и все. Поэтому я надеюсь, говорит он, что все вы... Он на Весопудже обращается с призывом к своим ученикам и ученицам. Он говорит, пожалуйста, я надеюсь, я прошу вас, чтобы все вы, и мужчины, и женщины, и юноши, и девушки, станете духовными учителями и будете следовать этому принципу. Духовный учитель – это просто искренне следуйте принципам и проповедуйте широким массам людей. Тогда Кришна сразу становится вашим любимцем. И дальше Прабхападан говорит, нет, не Кришна становится вашим любимцем, вы становитесь любимцем Кришны. Итак, если вы хотите очень быстро заслужить признание Кришны, тогда примите этот процесс становления духовным учителем. Представляете, Бхагалагита такой, как она есть, и ваша жизнь станет совершенной. Прабхапада хотела этого от своих учеников и учениц. И нет ничего в его наставлениях, которое бы выделяло женщин какую-то отдельную категорию, для которых требовалось бы какая-то особая адвикара, особый уровень духовной бхавы, или према, галока вриндавана, или что-то еще. А от мужчин требовалось бы обычного следования с принципом саддана-бактики. Поэтому, да, во времена Шрила Прабхапада не было женщин в GBC, но при этом он выражал свое желание. Во времена Прабхапада много чего не было, но он выражал желание, чтобы это появилось. Варнаши Мудхаром, например. Опять же. Ее не было во времена Шрила Прабхапада, он не разбил никого на Брам, на Кшатре, Вайши Шутер, но он хотел, чтобы это произошло, оставлял наставления, и теперь верные ученики эти наставления воплощают в жизнь. Точно так же, как он сам, когда ему Духовный Учитель повелел проповедовать на Западе, и потребовалось 43 года, чтобы он это наставление осуществил. То же самое и сейчас произошло. Я не хочу сопоставлять масштабы, конечно, желания Шрила Прабхапады Расвати Такура и желания Прабхапады в отношении своих. Хотя почему бы не сопоставить, потому что Прабхапада подчеркнула, что если мы не сделаем этого, то движение сознания Кришны не распространится. Если мы не поймем, что каждый, кто имеет ясное понимание науки сознания Кришны, Прабхапада говорит, кто достиг совершенства в науке сознания Кришны. Мужчина и женщина, только они могут стать гуру. Он требовал того же самого от мужчин, как и от женщин. Нет ничего в его наставлениях, чтобы как-то выделяло женщину в отдельную категорию. И тут наверняка я прям слышу возражения или, может быть, даже клацание клавиш клавиатуры компьютеров, что а как же вот с этим знаменитым комментарием Прабхапады в четвертой песне Багуа, там где Прабхапада говорит, что Сунити, будучи женщиной и матерью, не могла стать дикши-гуру, друва-махараджа. Но я не знаю, хотите вы на эту тему поговорить или нет. Другая тема. Но я надеюсь, что ответил на этот вопрос. Почему Прабхапада не назначал никого в присутствии, в своем личном присутствии дикши-гуру, женщины? Он и мужчин не назначал. Более того, когда у него спросили, интервьюер спросил у него, а как вы стали дикши-гуру? Прабхапада говорит, очень просто. Я просто выполнял наставление духовного учителя, проповедовал, и Кришна постепенно прислал ко мне тех, кого я мог инициировать, потому что они стали следовать моему наставлению. Вот и все. Приказа Шири Прабхападе стать дикши-гуру не было. Его не назначал Шири Пахстанцев, расходил такой дикши-гуру. Потому что Прабхапада подчеркивает, возвращаемся снова к первому комментарию, с которого мы начали. Прабхапада говорит, человек, который обычно дает наставление духовной науке, со временем также дает и посвящение. Это естественная динамика.